вот комментариях вы часто пишете показать как я крашу свои модели я уже начал и почти что забыл что хотел все таки снять вот я нанес первый слой когда я крашу какие-то модели свои все модели я сначала крашу верх ногами чтобы вот эти все места прокрасились если перевернуть поставить кабину правильно то здесь будет все эти места будут не прокрашены поэтому сначала крашу верх ногами потом переворачиваю не крашу еще раз уже в другом положении номер краски у меня получается скажу 1028 это желтый желтый цвет более подходит кировцу и начинаю красить все модели крашу баллончиками всегда ни разу не пользовался как он называется аэрографом всегда крашу только баллончиком ну и такими движениями сначала доступные места и потом уже как пойдет в общем нет у меня никакой системы сначала сначала доступны и потом полностью весь кузов заново я крашу и места которые потом будет будет не залезть если перевернуть вот эти вот здесь вот сверху главное чтобы краска не протекла долго на одном месте не держите потом уже переворачиваю и еще раз покрасим под капотом все это покрасить нужно будет как открывается нужно будет там тоже все это прокрасить еще один баллон это не страшно другой баллон и будем дальше красить дверь тоже на дверь и пузырьки появились нужно будет это проверить зеркало будет черно потом на укрепление вот главное не передержите на одном месте иначе придется шлифовать и убирать сеть потеки самая такая не интересная скажет так убирать потеки если где-то передержите сейчас я модель разверну и покрасим в другую сторону берем другой баллон другая сторона сначала проверяем разбрызнули и пошли красить вот они все места которые потом будут труднодоступны вот заметьте да где еще есть просветы это нужно сначала все попросить и за ресиверами то же самое вот здесь все то же самое долго не держим одном месте и потихонечку начинаем красить так не близко до примерно 30 сантиметров у меня получается и не так что нажимаете до полную полную с полной силой на урок не курок это называется не курок запиши как это называется на баллончик в общем и потихонечку потихонечку все-таки вот в дверях проемы дверь пока слегка тоже напылим потом уже перевернем и красим правильно вот под крылом тоже все готово в принципе видно ничего не будет но лучше покрасить то же самое потихонечку потихонечку и моторный отсек покрасить вот что получается это будет не будет видно поэтому там я даже красить не буду не нужно вот краска который я пользуюсь высыхает очень быстро тут вроде тоже нормально до желтый цвет конечно краситься не очень не очень просто просто так как не очень хорошо закрашивается как там скажем красный или белый либо синие синие вообще отлично краситься зеленый отлично краситься а вот желтый это уже совсем другая история вот в качестве подсохнет все это и потом будем делать еще один слой с снизу вверх а потом уже перевернем и покрасим остальное уже будет наверняка что все закраситься там хотя ничего это видно не будет но лучше попасть иначе потом будет бросаться глаза этого лучше все красиво и аккуратно не не торопиться главное получается когда переворачиваете модель потом вот такие вот просветы остаются поэтому всегда нужно привернуть покрасить либо подвешивать куда еще лучше вариант это подвесить модель туда есть вероятность что красковых если неправильно красить или передержать то на конечно потекет что я всегда переворачиваю прокрашиваю либо держу в руках и потихонечку крашу что у меня получается сейчас буду красить и начинаем моторный отсек так как если открывать будете доставать батареи то эти места будут не прокрашены и конечно смотреться некрасиво так я крашу модели это работа не из быстрых не из легких если чуть где-то передержишь что все а потом становишься нибудь недовольным начинаешь все это переделывать главное не торопиться и не передержать чтобы не было потек потеки нам не нужны дверь прокрашена проемы все это нужно сейчас светла толкнуть при закрыть немножечко либо при открыть так и вверх проемы все это прокрашиваем все углы нужно сразу проверять и наверное я покрою его все таки лаком я очень редко покрываю лаком так как раз как она глянцевая тогда покрываешь лаком выглядит намного лучше сзади вот они видите вот проемы все это нужно прокрашивать и не раз красиво накидывает я уже это уже третий баллон я трачу трактор вместе с рамой с крышей это уже третий баллон у меня пошел окрасочка эта крышка будет объединять черным цветом сильно ее красить не буду ну и изнутри конечно тоже длинные карты наполовину они будут черный остальные желтые вот такой вот кирс получается изнутри то же самое напылить немного видно не будет но напылить надо на полу будет резиновый коврик подсохнет я разверну другую сторону также покрашу и пусть посохнет постоит да уже совсем конечно другой видеть будет еще установлены оконные рамки черные под имитацию наверно это под имитацию резинок вот но как вы видите здесь еще бедные просветы сутки уже крашу она плохо закрашивается но быстро сок не тикет не сильно не пахнет вот ребята к 700 полностью покрашен с покраской все по кузову вот такой вот красавец получился краска высохла и сверху покрыл еще лаком и выглядит вообще отлично все очень гладкая получилось без пылинок без песчинок так открасил закрытом помещении а улице есть плюсы что покрасить можно высохнет еще быстрее но вероятность большая что будет пылинки песчинки и потом будете только злиться из-за этого вот вот такой красавец получился как вам я покраской доволен ничего нигде не менее потекло все получилось так как должно было получиться теперь можно заниматься мелочевка ее очень много очень много так что будем собирать дальше до выхлопную трубу я сделал серебряную вот она труба как вы знаете она будет открываться у меня этого крышечка при нажатии газа она у меня будет открываться маленькую серву я уже приготовил буду устанавливать и подключать ее через во второй канал вместе с регулятором скорости 1 будет работать при нажатии газа и будет открываться вот зеркала обвел черным ручки на капоте вот здесь и на баках тоже обведены черной краской такой вот кировец да здесь уже стоят напитки сок обываем покраска сзади я установил такие вот три фары посередине это будет задний ход а по бокам будет включаться отдельно когда уже будет работать отвалом либо еще что-нибудь в темное время суток может быть включать вот это вот задние слева и справа фонари а посередине будет только задний ход и наверное поставлю сюда еще дополнительные фары габариты задние ну и номер крепления под номер уже будет изготовить все и потом уже заниматься такими раками рамками стеклами по салону много дел еще и конечно проводка не вообще еще очень много много работы но не чем будем собирать вот напишите как он такой кировец желтенький мы будем собирать дальше всем спасибо за просмотр всем пока